Хочется поблагодарить ремонтную организацию за дизайн ландшафта с эльпийскими дворками и искусственным водоемом. Люди, живущие в этом доме, уже с сарказмом относятся к обстановке в своем дворе. Ежедневно им приходится обходить огромные лужи, комья, грязи, на обуви тащат свои квартиры. А ведь еще каких-то полтора месяца назад двор выглядел совсем иначе. Двор наш привели вот в такой беспорядок, хотя у нас было здесь насажены деревья, были насажены, площадка была укатана, был асфальт здесь. Теперь ни асфальта нет, ни деревьев нет. Лужу оградили, завезли вот этот мусор, чтобы лужи не поступали сюда, какой-то был проход. И мы нигде ничего не можем добиться. Дом 1-6 находится в центре двух дорог, по которым постоянным потоком идут машины. И эти деревья, за которые так переживали жители, хоть как-то защищали их от пыли. Сейчас же такой защиты у них нет. Люди теперь банально не могут посидеть на лавочке возле подъезда. Задыхаются от пыли. Такая же ситуация сложилась с подходами к дому. Ступеньки, ведущие от пешеходного перехода, также были разрушены. А обещания их восстановить не выполнены. Сделаем ступеньки, сделаем специальную коляску водить. Песком засыпали и все, и на этом кончилось. А это вот вся эта грязь, вот она лежит. Однако отсутствие деревьев, ступенек и асфальта далеко не все проблемы, возникшие во дворе этого несчастного дома. А вот на этом месте раньше жители этой четырехэтажки парковали свои автомобили. Теперь же здесь не то что автомобилем, тут даже людям не пройти. В таком состоянии жильцы видят двор уже больше месяца. Все из-за того, что теплосети, которые проходят вблизи дома, в этом году подверглись серьезному ремонту. Трубы здесь полностью заменили. Тогда все все понимали и были уверены, что по окончанию работ энергетики все приведут в порядок. Но этого не случилось. Когда трубы здесь перекапывали, вроде жители все понимали, что это надо, хотя 10 лет назад уже меняли эти трубы. Пообещали с прорабом, разговаривали. Прораб пообещал, что это асфальтируется, сделают. Все люди тоже с пониманием отнестись. Вроде приехали, вроде начали разравнивать, все делать. И потом забросилось это все, и уже долгое время ничего не появляется. А ведь не за горами сезон дождей. Жильцы переживают, что до первого снега порядок в их дворе могут и не навести. Однако подрядчик, который должен положить здесь новый асфальт по заданию Каннской ТЭЦ, говорит, что такой длительный простой – это нормально. На данном участке производилось уплотнение грунта, подсыпка грунта, для того, чтобы избежать дальнейших просадок в асфальтно-бетонном проекте. Будет асфальтироваться пешеходная зона. Я надеюсь, что на этой неделе, опять же, будет все зависеть от погодных условий, на этой неделе планируем закончить асфальтирование на данном участке. Дорожники обещают, что двор будет полностью восстановлен. Кроме асфальтирования, разровняют и место для парковки, и восстановят ступеньки.